МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Главный финансовый документ". Депутаты начали обсуждать бюджет города на следующий год. Великая победа. Наследие и наследники. В Саровском фестихе прошла вторая стратегическая сессия студентов. Борьба за главный приз. В Сарове стартовал чемпионат города по баскетболу. Далее расскажем обо всем подробно. 14 муниципальных программ будут финансировать в следующем году. Одна программа, социальная поддержка граждан Сарова, закрылась. Больше она не относится к полномочиям органов местного самоуправления. По программе обеспечения жильем вырастет финансирование под программы молодая семья. Жилыми помещениями по договорам социального найма собираются обеспечить 30 семей. Еще 15 выделят жилье стандартного класса. 46 миллионов будет направлено на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры для участков многодетным семьям на улице Нижегородской. 35 миллионов рублей заложено на строительство стадиона школы номер 7. Запланировано строительство, софинансирование строительства Академика Нигина. Это включая улицу 132 и улицу 133 на участке от улицы Зернова до Менделеева. Строительство автомобильной дороги в детской поликлинике. Строительство бульвара в микрорайоне 15. Строительство лимоневой канализации в районе малоэтажной жилой застройки Яблоневый сад. Продолжится строительство школ на 600 мест на улице Зорге. На эти цели на 2020 год заложено более 144 миллионов из областного бюджета. Строительство детского сада Микорайон 22 на 2021 год заложено 90 миллионов местный бюджет. На строительство Центра культурного развития, заявленного ранее, деньги пока не предусмотрены. Более 73 миллионов рублей направят на формирование современной городской среды. Из них более 60 миллионов пойдут на финансирование под программы «Содействие развитию паломнического кластера Арзамас-Дивеева-Саров». Пока идут дебаты относительно того, на благоустройство каких объектов направить деньги. На следующих заседаниях депутаты вернутся к обсуждению бюджета Сарова на следующий год. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Трехкомнатная квартира с красивыми обоями, новой сантехникой и натяжными потолками. Получить бесплатно такую же площадь в наше время крайне сложно. Прапорщик Саровской дивизии Алексей Шкиль ждал своей очереди на получение жилья 6 лет. Все это время семья с тремя детьми скиталась по съемным квартирам. Соблюдая все приметы, первые в квартиру пустили кошку, которая не спеша обошла все комнаты. Теперь душа спокойная будет на службе, в командировках, на дежурстве. Я буду знать, что семья у меня уже обеспечена жильем. Первыми гостями стали представители Думы и администрации города, ядерного центра, компании застройщика, командующий Привожским округом и командир Саровской дивизии. За чашкой чая они поговорили о службе и обсудили планы на ближайшее будущее. Старшие сыновья уже обосновались в отдельной комнате. Младшему пока интереснее просто бегать по просторной квартире. Семья потихоньку обживается. Уже перевезли часть мебели и повесили светильники. Мы очень рады, конечно. Дети очень рады, что у них теперь большая своя комната есть. Они теперь тут у нас будут играть. У нас кухня очень большая, конечно. Вообще не ожидали, конечно, такого, что получим мы такую хорошую, светлую, большую квартиру. Прям столько эмоций, конечно. Не передать просто. В домах 38, 40 и 42 по улице Лесной теперь будет гореть свет в окнах, а на детской площадке резвятся дети. На торжественной церемонии ключи от новых квартир получили более 300 военнослужащих. Я желаю вам, чтобы вы, как военнослужащие, входящие в свои квартиры, всегда посещали их с хорошим настроением, вас встречали тепло и радостно дети, жены, мужья, и чтобы этот уютный угол всегда составлял вам радость и поддержание боевой готовности, необходимое для защиты и обороны важного государственного объекта. В ближайший месяц военнослужащих ждут приятные хлопоты с переездом и обустройством по новым адресам. Скорее всего, они захотят встретить Новый год в собственных квартирах. Елена Грязкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Ценности возвращаются успехом. Именно под таким девизом уже не первый год в ядерном центре реализует проект команды поддержки изменений под названием «Ценности Росатома». В этом году его главной темой стала безопасность. Безопасность интегрирована во все виды деятельности. Корпорации нашего предприятия. И конкурс направлен на то, чтобы вовлечь в этот процесс как можно больше работников. Конкурс проходил в два этапа. Заявок было много, но в финал прошло лишь 12 участников. Кто-то подготовил аварийный квест. Кто-то создал специальную азбуку. Форматы проектов у всех разные, но цель одна. Обратить внимание сотрудников и коллег на собственную безопасность во время производства. Госкорпорация «Росатом» присоединилась к движению «Вижен-зеро». Это достижение нулевого травматизма. И наша задача, чтобы в Российском федеральном ядерном центре, как ведущем предприятии атомной отрасли, мы тоже работали без всяких нарушений, без травм, абсолютно безопасно. Евгений Бутенко – инженер-программист. Его деятельность неразрывно связана с охраной труда. Поэтому на конкурс Евгений решил представить один из своих рабочих проектов. У меня работа, как я считаю, довольно важная. Она имеет практическое значение. Это программное обеспечение по аттестации, проверке знаний по безопасности охраны труда. В принципе, уже любой сотрудник РФАС в НИЭФ может, кто работает в сети в НИЭФ, может зайти в эту программу и пройти какие-то тесты. Своими наработками в области безопасности решил поделиться и сотрудник НИИС имени Седокова Сергей Панышев. В Нижегородском филиале РФАС НИЭФ молодой человек помимо основной работы еще и обучает коллег бережливому производству. И, конечно, большое внимание уделяет вопросам безопасности. В своем проекте Сергей рассказал, как транслируется эта ценность на их предприятии. И поделился, с какими трудностями сталкивается при обучении людей. Самое сложное – это изменить образ мышления людей. Потому что, как правило, люди думают, что есть безопасность, она отдельно. Вопросы безопасности. Есть производственные задачи, производственные процессы, которые идут отдельно. И они друг с другом никаким образом не коррелируются. Суть конкретно нашей работы, тренеров на обучающей площадке, показать, что это все очень сильно взаимоувязано. И, собственно, без безопасности нет фиксивного производства. Все работы были представлены на суд компетентного жюри. В каждом проекте эксперты оценивали новизну идей и возможности ее реализации. Но главное, благодаря этому конкурсу удалось выявить неформальных лидеров, готовых поддерживать и развивать культуру безопасности в ядерном центре. Практически каждый день Галина Егоровна навещает своих четвероногих друзей. Обитателей приюта для собак – добрые руки. Женщины приносят животным горячую еду, воду, теплые вещи. Вместе с ней приют содержит еще четыре пенсионерки – участницы общественной организации «Добрые руки». На небольшую пенсию они закупают все необходимое – корма и ветеринарные препараты. С вакцинацией и стерилизацией помогают ветеринарные клиники города. На попечении женщин – 17 собак. Ну, большинство старые, они уже по 10, по 17 лет есть. Но есть и молодые. Есть молодые, но молодых мало. Средств на содержание животных не хватает. В бараке, где живут собаки, нет электричества и отопления. Анастасия случайно узнала об этом месте, вместе с своими знакомыми решила помочь животным. Неравнодушные саровчане закупили корма, средства гигиены, теплые вещи и отвезли их в приют. Жалко собачьих, жалко женщин, потому что они, во-первых, пенсию тратят на это, и кто-то работает тут тоже. Все, естественно, они несут сюда. И этот приют оказывается в городе более 19 лет. И об этом мы узнали только сейчас. Хочется, чтобы не только мы помогали, и саровчане тоже откликнулись. Останавливаться на такой разовой акции волонтеры не собираются. В планах помочь в пристройстве животных через социальные сети. Всю актуальную информацию о нуждах приюта для собак можно узнать по телефону 655-40. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Символический старт реконструкции парка имени Зернова был дан 7 июня. Наблюдать за ходом работ могли все жители города с помощью онлайн-трансляции на портале artsarov.rf. Там же запустили обратный отчет до сдачи объекта. На календаре 27 ноября. Если верить вот этому информационному табло, сегодня срок сдачи парка культуры и отдыха имени Зернова. Но работы в парке все еще продолжаются. Какие-то объекты не готовы. Вот, например, лестница, ведущая на новую набережную. Давайте прогуляемся по парку и посмотрим, какие работы уже сделаны, а какие еще предстоит сделать. Еще в начале лета представители ДЭП сообщали о затруднениях при проведении реконструкции. Долго не могли найти подрядчика для работ, связанных с электрикой. Были сложности с получением разрешений на валку деревьев и финансированием. Но тогда представители администрации уверяли, что ситуация под контролем. Мы понимаем, что контракт у нас заканчивается 27-го, 11-го. Но, учитывая тот опыт, который мы уже получали на предыдущих объектах, работу нужно выполнить в теплый период времени. Уже осенью стало понятно, что отставание от графика составляет два месяца. Как сообщает пресс-служба администрации, подрядчик дорожных эксплуатационных предприятий работает в парке в две смены без выходных. Входные группы уже практически готовы. Уложено более 80% брусчатки. На дорожках установлены фонари, появилась ротонда. Основной упор делали на создание набережной, где по проекту должна появиться зона для проведения массовых мероприятий и пространства для тихого отдыха. Набережная уже обрела контуры. Дорогу вымастили брусчаткой. Наверное, больше всего вопросов вызывает именно большая лестница, которая ведет от центральной части парка к новой набережной. Здесь, как мы видим, поставили железные конструкции. Самих ступеней еще нет. Представители администрации уверяют, что даже несмотря на наступление холода, строители будут выполнять работы в полном объеме. И они применяют какие-то новые современные технологии, которые позволяют бетону не замерзать даже при минусовых температурах. В 2019 году реализация проектов в рамках Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях включена Минстроем в нас проект «Жилье и городская среда». Согласно целевому показателю, должны быть выполнены 80 проектов по всей России, в том числе и наш парк. Мы отправили запрос в администрацию, чтобы выяснить, когда же теперь планируют сдать парк имени Зернова, почему произошел срыв сроков и применят ли к подрядчику штрафные санкции. Ответы на эти вопросы мы озвучим в ближайших выпусках новостей на канале 16. Подготовка к стратегической сессии началась две недели назад. Сначала команд было девять, но в процессе работы ребята стали объединять схожие темы в одно, и на финальном мероприятии конференции студенты представили на суджуре четыре работы о наследии Великой Победы. «Стратегическая сессия, она собирает людей для того, чтобы они подумали о каких-то очень важных вопросах. И это необязательные эксперты. Они могут прибегнуть к экспертному мнению, но в принципе они излагают свои представления о данном вопросе». Студенты в своих докладах рассуждали и высказывали мнение о том, как современная молодежь сохраняет наследие Великой Победы 1945 года. Есть ли преемственность поколений в этом направлении? Или на каком-то из этапов произошла переоценка ценностей? Илья Макаров и Дмитрий Уткин вместе со своими однокурсниками провели сложную работу по отслеживанию пути передачи наследия предков. «Вся наша работа построена на рассмотрении вот этого пути наследования. То есть сначала у нас было первое поколение наследников, которые прошли эту войну, второе поколение наследников, которые уже внуки, дети, те, кто прошли эту войну. Как бы что досталось им от... какие потрясения достались им от этой войны». Потом еще поколение внуков, затем правнуков, тех, кто родился в 21 веке. Чтобы получить срез общественного мнения, ребята изучали данные соцопросов. «К пример, запрос из Российского центра исследования общественного мнения или опрос российской газеты. Также мы проводили собственные опросы среди студентов или жителей Сарова». Опрос студентов родного вуза вселил в Дмитрия Надежду, что память о заслугах предков, историческое значение победы в Великой Отечественной войне, будет бережно храниться его с верстниками. «Студенты еще это то поколение, которое, по крайней мере, по рассказам своих родителей, дедушек, бабушек, помнят о Великой Победе. И вполне возможно, что дальше будут передавать это знание своим детям». Члены жюри стратегической сессии оценивали согласованность и слаженность действий команд, ораторские способности студентов и их умение презентовать свои доклады. Елена Горцкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. 35% жителей страны не знают о мерах поддержки семей с детьми. Такую статистику приводит Министерство труда и социальной защиты России. Эксперты считают, что недостаток информации негативно сказывается на демографической ситуации в стране. Семейные пары боятся оказаться в трудной жизненной ситуации и откладывают рождение детей. Только в нашем городе за 10 месяцев этого года умерло на 200 человек больше, чем родилось. Единые информационные дни – это возможность для горожан узнать о новых законах и постановлениях социальной сферы. Чтобы люди с 1 января уже знали, на что они имеют право, какие меры социальной поддержки новые у нас, что проиндексировано. То есть мы наоборот работаем и доводим эту информацию заранее. Многие меры соцподдержки семьям с детьми устанавливают региональные и муниципальные власти. Людям трудно ориентироваться в массиве законодательства в поисках перечня льгот, которые им положено. Поэтому так важно вовремя узнать о нововведениях. У нас заявительный принцип. И мы выплачиваем меры социальной поддержки теперь с даты обращения. И если человек придет к нам в феврале-марте, то он получает эти меры социальной поддержки начнет. Вот именно тогда, когда он пришел. Дни информирования с приглашенными специалистами пенсионного фонда, фонда социального страхования, центра занятости населения, повышают количество семей, обратившихся за помощью государству в трудной жизненной ситуации. По словам Наталии Тимченко, в нашем городе меры соцподдержки оказывают саровчанам по 86 статьям. Эта встреча стала уже пятой по счету в этом году. Сейчас была встреча очень конструктивная, очень полезная, очень полная. Все каждые в своей области что-то нам рассказали. Очень интересно. На вопросы саровчан отвечали сотрудники Управления соцзащиты, Пенсионного фонда, Службы занятости населения и Департамента социальной политики Ядерного центра. Узнать о мерах поддержки семьи с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, можно в Управлении соцзащиты по адресу Проспект Мира, дом 5. Елена Грязкова, Евгений Шевцов, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Всю свою жизнь Анна Ивановна посвятила семье и работе. Будучи ребенком, помогала ухаживать за младшими братьями и сестрами. В войну на железной дороге в Стеклянном очищала и укрепляла насыпь, выполняла поручения. В 50-м году вышла замуж и приехала в наш город. Работала почтальоном, потом уборщицей. Воспитала троих детей. Она нас всех сплачивает. Она вот у нас обязательная традиция. Вот она всех нас собирает на пироги. Это вот у нас три раза в год мы собираемся все. Дети, внуки, правнуки, вот даже там родственники какие-то приходят. Это пироги. Это были замечательные. Она бедрами пекла эти пироги. Секрет долголетия Анны Ивановны в любви. Уверены ее близкие. Эту любовь она дарит всем окружающим. Женщина всегда приветлива, общительна, готова прийти на помощь. Соседи ее все вот тут вот любят. Они вот сегодня звонят, все поздравляют. Она сейчас не выходит из дома. Вот на балкончик выйдет, ей там гуляют, ей помашут. Звонят, вот меня спрашивают, как там Анна Ивановна. Они все ее очень уважают. И она всех. Она всех и ее тоже. С юбилеем Анну Ивановну поздравили не только родственники и соседи. Теплые слова и пожелания здоровья ей адресовали представитель Совета ветеранов микрорайона и депутат округа. Я считаю, что депутатам важно уделять внимание своим, поздравлять людей с юбилеями. Поэтому с юбилой Михайловной мы сегодня здесь поздравляем Анну Ивановну с 90-летием. У нас вообще добрая традиция поздравлять ветеранов с 90-летием, с 95-летием. Недавно поздравляли женщин с 95-летием. И очень-очень, конечно, нам помогают депутаты. Сейчас у Анны Ивановны большая крепкая семья. Шесть внуков и шесть правнуков. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Самый добрый праздник в году, День матери, отметили в клубе «Мечта» Центра внешкольной работы. Воспитанники творческих объединений подарили гостям проникновенные песни и зажигательные номера. Ребята рассказали, как они любят своих мам и еще раз поблагодарили их за любовь и нежность. Во время праздника подвели итоги городского фотоконкурса «Красота в положении». Его проводил молодежный центр среди жительниц нашего города, которые ждут ребенка или уже стали мамами. В этом году поступило около 70 работ. Все они очаровательны, все показывают и красоту женщины. В любой период, будь то беременна, она только родила, занимается рукоделием или там что-то еще. То есть в любой момент женщина прекрасна, и красоту женщины мы в принципе и хотим показать. Всего было четыре номинации, в каждой из них жюри выбрало победительницу. Еще одну участницу вручили приз зрительских симпатий. В этом году «Канал-16» выступил в качестве информационного партнера конкурса и наградил специальным призом Татьяну Верязкину. Ну вот одна фотография запомнилась мне больше всего. Я считаю, что она очень символична, с точки, получилось очень символично, потому что, ну как бы символизирует такое покровительство мамы. Ну а так как конкурс все-таки больше Дню матери посвящен, покровительство матери в семье, это вот надо мужем, сыном, то, что она в положении. Это очень символично, и мы вот спецприз решили отдать Татьяне Верязкину. Все фотографии, присланные на конкурс «Красота в положении» в этом году, можно посмотреть в группе Молодежного центра ВКонтакте. Екатерина Опенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Инженер-программист НИИФ Александра Маркова-Ерошик открыла в себе любовь к живописи еще в детстве. Рисунки маленькой девочки со временем переросли в серьезные увлечения. С 2014 года Александра демонстрирует свои работы на городских, всероссийских и даже международных выставках. В экспозиции «Купола» художница изобразила наш город с его улочками, монастырями и колокольным звоном, которые слышатся повсюду. Очень много пишу Саров. В прошлом году выставлялся Саров, была тема «Падал снег», «Заснеженный город наш». А в этом году просто накопились работы, которые именно отображают наши храмы, наш монастырь. Хотелось их показать вместе, я их ни разу не собирала вместе. Захотелось так сконцентрировать их. На картинах кто-то без труда угадает знакомые уголки Сарова в разное время года, а кто-то откроет для себя новые стороны привычных пейзажей. Александра Маркова-Ероша – коренная саровчанка. По словам художницы, детские впечатления и любовь к родному городу вылились в работы о его душе. Это те ракурсы, которые я видела в детстве, когда ходила в школу. Некоторые люди, которые не ходили по этим дорожкам, они не могут узнать точно, какой это храм, с какой точки он так выглядит. У нас же очень интересный монастырь. И вокруг него, когда ходишь, он меняется настолько, что под углами, под разными, с разным расстоянием в церковь встает. Александра два года входит в состав объединения художников-любителей «Арт-позитив». Вместе со своими коллегами она участвует в пленэрах, экспозициях и творческих встречах. Председатель клуба считает, что выставка «Купола» получилась очень искренней и светлой. Здесь вот именно показан вот этот воздух, это небо, это пространство. И у нее, что особенно для меня важно, у нее очень чистые краски. Я люблю чистые краски, когда они, ну, как-то светятся, как-то подчеркивают друг друга. Очень интересные у нее композиционные решения есть в ее работах. В декабре художники творческого объединения «Арт-позитив» представят свои работы в выставочном отделе исторического музея города Арзамаса. В экспозицию «Всем здравствуйте» войдут картины десяти участников клуба, в том числе Александры Марковой-Ерошек. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. В этот раз в рамках проекта «Читаем слух». Во Дворце детского творчества встретились четвероклассники школ города. Они прочитали произведение Яна Ларри «Необыкновенное приключение» Карри Каевали. Книга написана в 1937 году. Она рассказывает об обычных ребятах, которые оказываются в таинственном мире, где их поджидает много опасностей и трудностей. Во время своих странствий путешественники узнают массу интересного и необычного о жизни растений и насекомых. Мне показалось, эта книга довольно интересной, любопытной. А для четвертого класса момент затянуть их в мир чтения не только комиксов и современных каких-то микросюжетов, а таких серьезных, интересных, фантастических детских произведений. В проекте приняли участие более 60 четвероклассников. Школьники старались прочитать произведения настолько выразительные и захватывающие, чтобы другие ребята заинтересовались этой сказочной повестью и захотели узнать, чем же все-таки закончится путешествие Карри Каевали. Многие из ребят в проекте «Читаем слух» принимали участие впервые. Самым сложным было читать перед публикой. Столько много людей, волнуюсь сильно. Я обязательно эту книгу прочитаю, потому что мне интересно, что случится дальше. Следующая встреча в рамках проекта «Читаем слух» пройдет в середине декабря. Одиннадцатиклассники школ города прочитают слух произведения Юрия Полякова. Ирина Вашегородцева, Евгений Шевцов и Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Вокальные вечера – это отличный повод встретиться с близкими, провести время за душевными разговорами и расслабиться под неспешную живую музыку. Каждую субботу в ресторане «Прайм» для вас будут выступать лучшие исполнители города. Уже в эти выходные гости смогут насладиться вокалом Екатерины Рахтовой. В репертуаре исполнительницы есть джазовые, ретро, зарубежные и отечественные поп-композиции. Главная задача, по словам Екатерины, создать уютную атмосферу в зале. Должно быть относительно комфортно слушателю, и мы никому не должны мешать. Для этого мы, допустим, в данной ситуации рассматриваем белый зал для вот такого лаунж-кафе. В это же время будет работать ресторан и боулинг. То есть люди будут иметь альтернативу. Отличный вокал, разнообразное меню и уютный интерьер ресторана «Прайм». Что еще нужно для идеального субботнего вечера? В заведение часто приглашают музыкантов, чтобы гости смогли отдохнуть от насыщенных будней и интересно провести время. Репертуар артистов напрямую зависит от запросов аудитории. Все зависит от того, какой контингент в зале. Мы же артисты, как психологи, посмотрели в зал, примерно прикинули, какие люди сидят, с какими вкусами, и потихонечку пробуем. Насладиться европейской, паназиатской, русской кухней под выступления саровских вокалистов можно каждую субботу в 19.00 в клубе-ресторане «Прайм». Бронирование столов по телефону 6-75-05 для лиц старше 12 лет. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Команда «Союз» существует уже более 10 лет. Игроки достойно выступают на соревнованиях различного уровня, принося своей команде призовые места. Участие в чемпионате города по баскетболу – это отличная возможность для спортсменов помериться силами с достойными соперниками. Каждый год все сильнее и сильнее команды. Будем играть, стараемся выйти в финал, а там посмотрим. Команда «Союз» и «Авангард» – давние соперники. Обе не раз становились победителями городского турнира по баскетболу. В очередном матче им предстояло сразиться за первую строчку турнирной таблицы. На протяжении всей игры обе команды шли на равных, и никто не желал уступать сопернику. Основное время закончилось в ничью. Итог игры решил овертайм – 96-91 в пользу «Союза». Всего в чемпионате города принимают участие 8 команд. Игры проходят по круговой системе. Все команды будут в плей-оффе, да, потому что это более интересная система в плане даже командам, которые, допустим, проиграли какую-нибудь игру по какой-то нелепости, да, там, у них есть, появляется шанс также выйти в плей-офф. После этих игр образуются две четверки. Одна будет играть за первые, там, четвертые места, а другая – с пятого по восьмое. Игры проходят в спортивном комплексе «Юниор». Посмотреть расписание и итоги матчей можно в группе ВКонтакте «Баскетбол» в Сарове. Победитель чемпионата определится в конце декабря. Ирина Вашегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Всеволод Данченко занимается пулевой стрельбой несколько месяцев. В городских соревнованиях он принимает участие впервые. Всеволод уверен, для достижения хороших результатов необходима не только точная техника, но и умение владеть эмоциями. Мне нравилось стрелять, потому что я попал в десятку. Я думаю, что я займу первое или еще какое-то место. Я буду еще отсюда ходить много, но долго. Большой популярностью пулевая стрельба пользуется у девочек. Наташа Мордовина виртуозно обращается со стрелковым оружием. Девочка на соревнованиях показала высокий результат и стала лучшей среди своих сверстниц. Сначала волновалась, а потом, когда уже начала стрелять в правую мишень, то уже в десятку хотела попасть. Участникам соревнований предстояло стрелять из малокалиберной винтовки, лежа с упора и стоя с руки. Более опытные спортсмены пробовали свои силы в стрельбе из малокалиберного пистолета. Каждому спортсмену предстояло выполнить 25 выстрелов. Сначала мы стреляем пять патронов, потом нам исправляют ошибки. Потом мы уже начинаем стрелять зачетную. Каждую серию по пять выстрелов. Заряжаем и мы стреляем. Потом, конечно, нас корректируют. Корректируют. И так четыре серии. Соревнования по пулевой стрельбе проводятся ежегодно. В них принимают участие ребята, которые пришли заниматься в начале года. И показывают то, чему они научились за это время. На этих соревнованиях они уже показывают и себе, и родителям, чему они научились. Как бы азарт. Всегда хочется не просто так на тренировке. Одно дело на тренировке, просто рутину выполнять. А другое дело уже, когда на соревнованиях ты работаешь, уже будет конкретный результат. И кого-то обстрелять, победить. В марте 2020 года воспитанники детской спортивной школы ИКАР примут участие в первенстве Нижегородской области по пулевой стрельбе. Ирина Вашегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Легкие грациозные движения, идеальная осанка, точные элементы и улыбка на лице. Это главное в гимнастике считают участницы соревнования «Осенний карнавал» Виталина Суворова. Девочка приехала на первенство из Ирзамаса. На конкурс Виталина представила две композиции – «Танец с обручем» и «Без предмета». У меня сложно было там. Был у меня прыжок с прогибом. И поворот в кольцо. И равновесие, конше в кольцо. Мне кажется, что я с этими трудными элементами справилась, и у меня будет первое место. Для того, чтобы судьи ставили самые высокие оценки, а зрители наслаждались выступлением, Виталине приходится проводить все свободное время на тренировках. Помогают ей в этом родители. Павел и Екатерина уверены, что у Виталины большое будущее, и в этом виде спорта она добьется серьезных успехов. После каждого соревнования они проводят семейный совет и анализируют выступление дочери. Мы всегда еще больше всех переживаем. Я стараюсь вообще не смотреть. Муж у меня вот смотрит, заснимает на видео, а я просто за кулисами то ли плачу, то ли переживаю, то ли закрываю глаза, о чем-то думаю, песни пою. Потом ее стараюсь обнять, ей не говорить никакие ошибки. Молодец, молодец. А потом уже, да, мы приезжаем, включаем видео на весь телевизор и смотрим, где ошибки какие. И тут понимаем, почему сегодня там второе место, допустим, или там двенадцатое. И стараемся уже учиться и справлять. Помимо личного выступления, гимнастки приняли участие и в групповом зачете. Там девочки демонстрировали уровень физической подготовки, а также выполнение движений синхронно. Несмотря на то, что в групповом зачете могли принять участие только гимнастки, заявку подала ей команда черлидинг детской спортивной школы ИКАР. По словам тренера команды Олеси Рябовой, эти соревнования – отличная возможность дать девочкам проявить себя на сцене, даже если это выступление не идет в зачет. Хотим получить много хороших положительных эмоций и все-таки получить опыт, потому что выступлений пока еще маловато, а девочкам хочется себя реализовать, поэтому мы вот хотим получить этот опыт и получить хорошие эмоции. По итогам первенства всем участникам вручили памятные подарки. А победителей наградили дипломами, медалями и кубками.